Всем привет, программа Свежак, с вами Виджей Чак, и это рубрика, в которой мы представляем вашему вниманию самые свежие новинки отечественной альтернативной цены, и приглашаем в нашу студию этих самых, в общем-то, альтернативных музыкантов, чтобы с ними пообщаться. Сегодня у нас в гостях самые уважаемые нижегородские неферы, группа Семь Штук Баксов. Здарова, пацаны! Приветствую! Здравствуйте, ребят, как говорится. По поводу стиля группы Семь Штук Баксов, мне кажется, в последнее время вот он изменился. Очень хорошо. Тут кто-то говорил, что у нас какая-то фигня, там типа фанатского сайта какого-то сделали в городе Санкт-Петербург. Я могу сказать, там стиль группы Семь Штук Баксов написан четко и просто. Инди. Инди-рок, я бы, наверное, так назвал. Все, 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 нет, все. Все, да, следующий вопрос. Существует просто огромное количество каких-то фобий, да, если человек даже, ну, как бы, думает, что у него нет никаких фобий, они по-любому у него есть. Люди могут бояться совершенно вообще разных вещей, начиная, там, от боязни камеры, да, заканчивая, там, боязнь дуновения ветра, понимаешь. И у каждой фобии есть свое название какое-то. Потому что лавстрофобия, всякие арахты. Две, наверное, тоже такой вопрос двухсторонний. Двухствольный. Да, двуствольный. Потому что, ну, в обе, например, стояние перед камерой то же самое. Мы так опять зацепляемся за эти, за такие вопросы. То есть, например, вот у меня лично такая тема. Я, например, абсолютно не боюсь, не знаю, там, пяти тысяч человек. Или там вот такие. Ну, боюсь двоих. Ну, там, когда, там, пять или шесть, ну, я не знаю, там, или там, вот просто вот в какие-то другие ситуации я прям вообще прям... Ну, это может быть боязнь выйти на сцену и увидеть, что пришло мало народного. Нет, дело не в этом, дело не в этом. Дело в том, что когда, например, тебя окружают, там, блин, как бы, там, огромное количество людей, то понятие одного человеческого «я», оно просто растворяется. Это существует огромная такая толпень. То есть ты боишься потерять себя в этой огромной толпе. Нет, и у тебя вот это вот, ну, как бы, такой стресс происходит, то, что ты просто перестаешь бояться вообще, потому что все превращается сразу в огромную безликую массу. Но когда тебя, например, оценивают, там, там, пять или там шесть человек, ну, просто как-то вот это вот уже, конечно, жесть. Следующий вопрос, да, касается, может быть, тоже, опять же-таки, фобии. Вопрос серьезный. Отношение к религии, группы 7 штук баксов. Как сказать, блин, не знаю, тысячи людей, тысячи мнений об этом все популяризировать и слушать это? На самом деле, недавно совсем, буквально вчера, я слушал такую передачу по «Серевренную дождю». Соловьев вел передачу, там, «Как вы относитесь к исламу?» И просто вот эта вот вся поляризация, и вопросы он задавал, и все отвечали, там, на эти религиозные. Слушался достаточно, как бы, фиг знает, галима, как бы. Ну, вот это все то, что он говорил. Да вы как там? Да вот Бог есть, там, да вот там ты-да-ты-ты-ты. Да вы что, из обезьяны произошли? Да вы кто такой вообще, что мне это говорит? Какие хромосомы нафиг, мамы и папы? Я бы сейчас морду наобъяснил. Ну, не то, что так, ну, он так, ну, не стоит тесто. Ну, такая вот всякая штука, он просто вот, то, что там, надо бояться действовать и все прочее. Ну, не знаю, эта тема такая достаточно очень сильная, личная. Просто надо как-то, ну, не знаю, для себя уже решать, нужны ли какие-то ритуалы или еще что-нибудь в этом роде. Все равно какое-то понятие даже в собственной человеческой душе есть, добра и зла и всего этого прочего, и такого баланса. Либо тяжело тебе на душе, либо легко. Вот эта вот штука. Вот мне кажется, это вот одно из самых главных, что должен быть внутри, в первую очередь, нравственных. Что у нас самое главное? Это нравственные законы внутри и ясное небо над нами. Что за фильм-то был фиг, знаете, только копейка-то и все-таки. Давай уже про клип поговорим, а что, ну, блин, да, демагоги действительно развели сегодня. Клип на песню «Рабба» называется. Да почему вы именно трек этот выбрали, чтобы на него экранизировать? Дело в том, что песню на клип выбрал Дмитрий Седой. Дмитрий Седой занимается всеми делами группы. Да, так как Дмитрий Седой независимая творческая единица. Ну, и, в общем-то, предложил снять каким-то хреном, в общем-то, клип на песню «Рабб». Ну, в общем-то, все согласились. Песня динамичная. 2.40. 2.40. 2.40. Как же так? 2.40 песня, 2.40. Ну, вот. Не успеет надоесть. Не успеет надоесть еще к тому же. Дело в том, что песня «Рабб» была написана мной. Ну, это инди-песня. Это инди-песня «Рабб» была написана мной, так сказать. Ну, исходя из мыслей о черте всего сущего. Вы имеете в виду о том, что все находятся... Только не начинай. Сейчас, сейчас, на секунду, я прям быстро, я быстро, демагоги не будет. Все являются рабами каких-то своих привычек, либо рабами времени. Ну, как все... Ну, и получается так, что эта песня, ну... Рабами божьими иногда. Ну, кто как, в общем-то. Да, кто как. И поэтому песня как раз про это, то, что люди все-таки... И песня поется там «Я такой же раб, как вы все». В смысле того, что нельзя возвеличивать какого-либо человека. Не надо показывать то, что кто-то. Потому что все находятся, в принципе, на одной ступени, на одной стадии. То есть все почему-то все слабы, все смертные, но имеются в каких-то моментах. На каких-то... И песня как раз стирает вот эти вот рамки. Ну, мысли по поводу этой песни у меня были, в принципе, вот такие вот. Достаточно такая радикальная штукинция. Бичущая, так сказать. По крайней мере, я теперь хотя бы знаю, о чем песня. О чем? А тут всегда так, ну... В общем-то, не важно. Главное, 2,40. Тем не менее, мы не рабы, рабы не мы. Ну, вот. Предлагаю вот на этой вот заключительной ноте продемонстрировать нашим телезрителям. Потерялся, какую камеру смотреть. Видимо, ни одна меня сейчас не показывает. Смотрим новый видео-супер-инди-клип от группы 7 штук баксов под названием «Раб». Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok